Хочу все успевать, но ничего не получается. У меня никогда не хватает времени. Хотите увидеть, где мы теряем время? Тренер по тайм-менеджменту Ольга Демьянова ведет реальную открытую сессию. Привет. Здравствуйте. Расскажи о себе. Меня зовут Игорь. Я студент третьего курса телевидения. Занимаюсь операторством, монтажом, иногда ведущим. Также здесь, помимо учебы, я здесь работаю. Хобби есть? Хобби? Ну, скорее, такое же, как и работа. Монтаж видео. Круто. Хобби и работа. С чем пришел? С чем пришел? Во-первых, из-за того, что очень много времени уходит на саму работу, сложно выделить дополнительного времени на учебу. И приходится как-то это совмещать. И вроде, когда домой после съемок приходишь и уже ничего делать не хочется, а ты понимаешь, что надо. И постоянно вот идет то, что ты откладываешь на последний момент, на последний момент, а в последний момент ты такой... И сидишь, делаешь от безысходности просто. Как-то, наверное, хотелось бы этот моментик скомпоновать, чтобы все постепенно шло, чтобы я мог и работать нормально, и вроде и тут успевать, и там успевать. Вот так вот. И тогда в чем у тебя запрос? И я не могу заставить себя распределить правильное время, и хотелось бы что-то с этим сделать. А ты можешь написать свой запрос на доске? Мой запрос и прямо записать предложение, что тебя не устраивает или что ты хочешь? Ну, вообще могу. Да-да. Ну, то есть это несколько версий, может быть, не обязательно сразу там у тебя получится все крутое. Так, ну, давай попробуем твой запрос разобрать. То есть я хотел бы, я бы хотел как-то объяснить себе, что я должен найти время не только на работу, но и на учебу. То есть распределить его как-то. Смотри, меня немножко вот здесь смущает этот момент. Вот ты говоришь, я бы хотел как-то объяснить себе, я себе, то есть как будто два лица, то есть я себе объяснить. Ну, если говорить про какой-то внутренний голос, наверное. Да, вот смотри, поэтому вот здесь вот первая часть про мотивацию я хотел бы объяснить себе, да, то есть как будто можешь замотивировать или что-то, как я вижу то, что ты здесь написал. А дальше я должен найти время не только на работу, но и на учебу. То есть второе тоже чисто такая операционка, да, как уложить в рабочий график там время найти. Не только на работу, но и на учебу. То есть найти время, это означает найти определенный бюджет времени. То есть посмотреть, где у тебя там это. Мы не можем создать время, растянуть мы не можем, сократить мы тоже не можем. У нас есть 24 часа, причем со скоростью 60 секунд в минуту. Соответственно, в какой запрос ты хочешь пойти? То есть два запроса вижу про мотивацию и про то, что... Как совмещать вот это время работы и учебу. Давайте про первую часть. Про первую часть? Да. Я бы хотел как-то объяснить себе, я, кто ты такой, как я, и кто ты такой, как себе. Я, вот я, Игорь, который вот сейчас сидит. Вот я своему внутреннему, который не хочет делать вот так вот. Вот. Так. И почему это он не хочет? Потому что он все-таки в каком-то неком коннекте с Игорем, который сидит тут, и такие, типа, ну так-то можно и согласиться, можно и потом сделать. У тебя еще в запросе есть слово должен. То есть ты кому-то еще и должен. Ну, я должен, да. Кому? Тому Игорю, который себе? Я должен, да, себе. Себе. И тогда как бы ты себе объяснил тому Игорю, что важно найти время не только на работу, но и на учебу? Ну, объясняется это достаточно, наверное, просто, что если не найти времени на учебу, то всякие допки потом, ну, вот эти вот неприятности. Да. В сессии, вот эти вот проблемы с преподавателями, ходить, общаться с ними. А если забивать на работу, то, ну, не будет работы. И тогда что для тебя учеба? Что для меня учеба? Да? Что для меня вообще учеба? Учеба для меня на самом деле. Ладно, давайте для начала будем честны. За три года обучения тут. Ну, для себя, чисто для себя. Я не говорю, что для всех так. Чисто для себя и ничего нового не было. То есть то, что я узнаю на работе, для меня более полезно, чем то, что мне рассказывают на парах. Смотри, мы смотрим в контексте твоего запроса. Ну, в контексте моего запроса, да. И у тебя есть момент такой, тогда слово должен и слово учеба. То есть, по сути, ты вот как раз в этой плоскости, да? То, что учеба для тебя некий, ну, долг перед кем-то. Ну, скорее перед родителями, да. Я это должен сделать, чтобы, так скажем, родителями расстраивать больше. Потому что... Ну, потому что вот о своем отношении к учебе я уже высказал. Так что это, скорее всего, только для родителей. Смотри, и тогда что для тебя родители? Ну, как? Мама, папа. Люблю их. Поэтому, да, поэтому и не хочу расстраивать тем, что у меня какие-то долги по учебе. Ну, как слышит тот Игорь? Да и тот Игорь тоже все понимает. Просто тому Игорю надоело все. С одной стороны, я такое понимаю, нужно как-то разрядиться немножечко и заново вклиниться во все это, но нет времени для того, чтобы отдохнуть. И тогда с чего ты начнешь? Как будешь решать вопрос? Ну, от чего откажешься? Как найти время не только на работу, но и на учебу? То есть, если времени нет, нужно от чего-то отказаться. Нет, время есть. Если есть. Это с десяти вечера до восьми утра. Корпиз. То есть, в принципе, всю ночь можно работать. Но потом, я думаю, что первый Игорь, который сидит тут, он больше не проснется. Смотри, как найти время? То есть, время можно найти из того, что есть. То есть, это в рабочем графике какие-то найти вещи, какие-то бюджеты времени, которые можно использовать, да, интервалы времени, прям для сдачи зачета. Первый момент. И второй момент, это либо от чего-то отказываться. Ну, то есть, если это в рамках рабочего графика, то есть, посмотреть, может быть, какие-то есть вещи, которые являются пожирателями времени. Может быть, какие-то вещи, которые можно делегировать. Может быть, перенести на другие, на другое время, объединить какие-то вещи, упростить. Ту-ту. Тук-тук. С чего начнешь? Найти время в самом рабочем графике, нежели просто отказаться от работы. Есть такое время? Если так вот прикинуть, вчерашний день? Ну, да, да. Можешь примерно интервал назвать, что это за время? Допустим, у нас была вчера прямая трансляция, мы, получается, выставили оборудование, выкинули все провода, и у нас было три часа свободных. Ну, как бы, это время почему-то мозг засчитывает в то, что, как бы, на рабочее время и, как бы... И с чем уходишь? То, что все-таки свободное время можно найти. Можно найти свободное время. В рабочем графике? В рабочем графике. Не, если вы не работаете, то, пожалуйста. В контексте запроса что ценного с собой забираешь? То, что нужно все-таки искать в это рабочее время свободное и выделять его в нужное русло, а не просто думать, что это такое. Ну, рабочее время, значит, то я потом как-нибудь сделаю. Ну, то есть сконцентрироваться на этом. Смотри, в тайм-менеджменте есть такой метод параллельности. То есть, когда можно параллельно делать дела. Это, в первую очередь, означает, если есть исполнитель, то есть делегируй кому-то. Второй момент, когда ты можешь, допустим, у тебя выстроен так рабочий график, что ты можешь в какие-то... Вот ты говорил, три часа свободного времени или условно свободного времени можно какие-то вещи еще сделать. То есть, вот эти вот как бы пустоты, когда ты вроде бы, например, здесь, да, но по факту там мозг ничем не занят, тогда можешь его занять вот в плане там учебных каких-то вещей. Ну, спасибо тебе большое за нашу сессию. Вам спасибо большое. Успехов. Очень интересно получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!